У кого уже наступил вечер, всем доброго вечера. Я также приветствую всех родителей, которые наверняка тоже присоединились к нам. Меня зовут Ширинян Марина Витальевна и я являюсь методистом Центра лингвистического образования издательства просвещения. По техническим причинам сегодня не будет видно ведущего, однако я надеюсь, что вам хорошо виден экран, презентация видна и вам хорошо слышно. Пожалуйста, напишите об этом в чате. Видно и слышно. Прекрасно. Всё, замечательно. Итак, я благодарю всех за ваш интерес, за то, что вы все подключились сегодня и о чём мы сегодня с вами поговорим. На сегодняшней нашей встрече будут представлены дополнительные пособия по английскому языку для повторения материала 6 класса. Вы также узнаете, какие ресурсы предложим своим ученикам и детям для самостоятельных занятий, чтобы поддержать их мотивацию к дальнейшему изучению английского языка. Ну и в заключительной части своего выступления я расскажу вам о ресурсах издательства просвещения для организации как дистанционного обучения, так и очного. Вот такой план работы на сегодня. И забегая вперёд, наверняка у вас возникают уже некоторые вопросы, чтобы они вас не беспокоили на протяжении всего вебинара, поэтому я сейчас их и озвучу. Итак, вот несколько организационных моментов. Это касаемо материалов. Материалы, о которых сегодня пойдёт речь, вы получите по окончании всего вебинара. И для вас я подготовила даже больше ресурсов, которых вы можете воспользоваться, и они будут представлены для вас в очень удобной форме. Эти материалы вы сможете скачать во вкладке «Файлы», которая расположена в правом верхнем углу. В этой же вкладке вы сможете скачать и сертификат о прослушанном вебинаре. Поэтому, дорогие коллеги, дождитесь, пожалуйста, окончания мероприятий, и все материалы у вас будут на руках. Ну а во вкладке «Вопросы», которые также находятся в правом верхнем углу, у вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы. Я думаю, всем уже всё понятно, как мы будем работать. И я ещё хочу к вам обратиться. Для того, чтобы у нас был вебинар, проходил в интерактивной форме, я попрошу в чате записать те УМК, в котором вы работаете, по УМК по английскому языку. И когда я буду демонстрировать вам учебные посудия дополнительные, пожалуйста, напишите, работаете ли вы по ним. Дайте, пожалуйста, нам обратную связь, это нам будет очень интересно и полезно узнать. Может, с какими-то пособиями вы только познакомитесь сейчас, проявите интерес. Вот это будет нам очень интересно и полезно. Спасибо, все уже начали, отреагировали. Благодарю, я позже ознакомлюсь. Ну, а мы переходим к теме нашей встречи. Ну, и нужно сказать, лето уже в самом разгаре, и вот эти длинные летние каникулы – это время, за которое школьные знания успевают напрочь выветвиться. Поэтому осенью учителям приходится тратить немало времени, ну, а родителям также, да, затрачиваем немало времени, чтобы вот эти знания вернуть на место. Ну, и как же не допустить, чтобы ваш ребенок за три месяца не забыл английский язык? Вот мы сегодня как раз об этом и поговорим. Итак, в первую очередь, о чем нужно помнить? Три простых правила. Занимаемся по расписанию и занимаемся регулярно. Ну, мы понимаем, что лето – это время для отдыха, от жесткого режима в учебном году, но все-таки лучше, конечно, придерживаться какого-то графика знаний, да, и режим никто не отменял. Заниматься лучше, конечно, по 15 минут в день, но ежедневно, чем 1 час в неделю. И это на самом деле работает как для начальной, так и для средней, старшей школы. Ну, а время для занятий нужно выбирать, соответственно, индивидуально. Второе правило – это совместное чтение с вашим ребенком. Это вот одно из самых, является, вот это правило является одним из самых эффективных, и которое поможет не забыть английский за лето. Мы рекомендуем родителям пытаться хотя бы 10 минут в день уделять с ребенком чтение. Но и при этом чтение должно быть активным. Что это значит? Нужно обсуждать с ребенком материал, который вы только что прошли. Просить пересказать его, задать вопросы по тексту, понять, насколько ребенок понимает, о чем пошла речь. Мы все знаем, что чтение расширяет на словатный запрос, улучшает грамматику, у ребенка повышается концентрация внимания. Кроме того, есть исследования, которые говорят о том, что если мы читаем в течение 20 минут, а затем закрываем книгу, то еще 20 минут сознание у нас работает в том же направлении, дорабатывая сюжеты и анализируя прочитанное. И с английским происходит то же самое. Ну и, наконец, третье правило. Приучайте ребенка слушать аудиокниги на английском языке ежедневно. То есть главная наша задача погрузить ребенка в языковую среду. Вот, придерживаясь вот этих несложных достаточно правил, ваш ребенок придет в новый учебный год, не растратив свои знания. Ну а мы, в свою очередь, наше издательство готовы помочь в этом направлении и предложить для вас следующие пособия для повторения изученного материала за весь учебный год шестого класса. Итак, начинаем с первого пособия. Называется она «Английская грамматика. Легко». Это универсальное пособие по грамматике английского языка, которое направлено на развитие и совершенствование грамматических навыков. Данное пособие разделено на классы, на пятый, шестой и седьмой классы. И каждый класс включает блок грамматических тем, которые содержат теоретический материал и упражнения на его отработку. Грамматический материал для пятых и седьмых классов построен по концентрическому типу. А что это значит? Это знание, что на последующих уровнях обучения, помимо знакомства с новым материалом, продолжается работа с уже пройденными темами, но в расширенной и усложненной формах. Давайте посмотрим, какие темы охватывает у нас шестой класс. Итак, перед нами артикли, сложное, подчиненное предложение. Далее, наш ученик знакомится с инфинитилом и герундием. Далее, прошедшее, продолженное время узнает. Слова для выражения качества, степени сравнения прилагательных и наречий. Вот тема, которую мы видим охватывать на шестой класс. Ну, кто прослушал вчерашний вебинар, можете отметить, что некоторые темы перекликались и в пятом классе. Вот об этом концентрическом типе я и упоминала. Простые и понятные грамматические правила даются не только в форме коротких формулировок, но также в виде таблиц, схем. Для облегчения запоминаний предлагаются ритмованные тексты. Забавные истории и познавательные материалы, которые отобраны в соответствии с возрастными особенными степенами наших ребят. Разнообразные упражнения разного уровня сложности здесь предлагаются авторами. Например, множественный выбор, сопоставление, расстановка членов предложения в правильном порядке и так далее. Вот все эти упражнения обеспечивают усвоение и закрепление правил грамматики. А доступно объяснение грамматических правил позволяет использовать данное пособие не только в классе, но и дома с родителями самостоятельно. Обращаю сейчас ваше внимание на то, что справочный материал и дополнительные задания находятся на сайте нашего издательства. Как я и обещала, в включительной части своего выступления я вам продемонстрирую все наши ресурсы электронные. Ну, кто-то может уже сейчас пройти на наш сайт, в поисковике написать издательство просвещений или сайт www.pro.ru и уже найти перечисленные материалы. Итак, напомню, мы поговорили с вами об учебном пособии Радислава Петровича Миньгуда «Английская грамматика» легко. А сейчас переходим к следующему пособию под названием «Грамматический тренажер». Данное пособие является дополнительным компонентом к УМК «Английский фокусе» для шестого класса. Как вы видите, пособие состоит из десяти модулей, которые соответствуют модулям учебника Spotlight для шестого класса и содержат подробные детальные объяснения грамматики. И вот мы вчера говорили о том, что пятый класс еще содержит базовый фонетический фурс. Давайте посмотрим, какие темы охватывают грамматические тренажеры для шестого класса. Итак, это количественные, порядковые числительные, простые и десятичные дроби. Мы изучаем настоящее простое время, притяжательный падеж существительных, притяжательный прилагательный и местоимения. Глагол «to have got» Изучаем время, изучаем предлоги времени и места. Изучаем повелительные наклонения, модальные глаголы с их производными. Далее, местоимения, знакомимся с наречиями частотности в предложении, с герундием, инфинитивом, с возвратными стоимениями. Далее, мы изучаем настоящее продолженное время, сложные существительные, прошедшее простое время, правильные и неправильные глаголы, степени сравнения прилагательных и наречий, их числяемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных. Вот такие темы у нас охватывает грамматический тренажер для 6 класса. В этом пособии объяснения даны в достаточно простой и доступной формах. Способ подачи грамматических явлений основывается на опыте многолитных наблюдений за процессом обучения при работе с учениками. Затем, как лучше усваивается грамматика, и какие объяснения в какой форме дают лучший результат. Здесь задания построены по принципу от простого к сложному. И на каждом этапе изучения грамматического материала даются упражнения для закрепления и усвоения всех деталей. Задания здесь разделены по трём видам речевой деятельности. Письмо, чтение и устной речи. И для развития устной речи интерес представляют задания, в ходе которых нужно провести опрос в группе, рассказать о полученной информации и так далее. Вот как вы видите, это пособие вы можете использовать как для занятий в классе, например, при объяснении нового грамматического явления и его отработке. Для самостоятельной работы учащихся. Здесь, как я сказала, в доступной форме всё описано, поэтому любой родитель может помочь ребёнку справиться и объяснить ему, и дальше справиться с упражнениями. В качестве пособия по грамматике для любого базового уровня А2 для школ, где английский язык изучается как второй иностранный, может это пособие использовать для занятий на курсах английского языка и для индивидуальных занятий с репетикером. Сейчас обратите внимание, что список наиболее употребляемых неправильных глаголов, правила чтения гласных и согласных, а также ключи для самопроверки размещены в электронном каталоге нашего издательства. Уважаемые коллеги, пожалуйста, напишите, насколько знакомы вот эти пособия, о которых уже шла речь. Работаете ли вы по ним, слышали из вебинаров, насколько они вас заинтересовали. Итак, напомню, это был грамматический тренажёр для шестого класса КУМК «Спотлайт», а мы переходим к сбору грамматических упражнений, которые являются дополнительным компонентом к звёздному английскому для шестого класса. Данный сборник содержит разнообразное упражнение каждому модулю учебника, всего шесть модулей, которые направлены на повторение изученного лексико-грамматического материала и на развитие навыков письменной речи. Ключи для самопроверки находятся для удобства в самом сборнике. Следующее пособие, которое заслуживает внимания, это сборники грамматических упражнений КУМК Ольги Васильевны Афанасьевой. Перед нами обложка для шестого класса. Данное пособие предназначено для проверки уровня сформированности лексико-грамматических навыков учащихся. Содержит задания в тестовом формате, часть которых представлена в формате обязательного государственного экзамена для более эффективной подготовки к нему. И это пособие содержит также ключи ко всем заданиям. То есть мы видим, что вот это пособие вы также можете полноценно использовать не только в классе на уроке, но и дома самостоятельно. Переходим к следующему пособию. Называется тренировочное упражнение в формате обязательного государственного экзамена. И это пособие является дополнительным компонентом КУМК английский фокусе для шестого класса. На самом деле есть вся линейка с пятого по девятый класса, но поскольку наш вебинар сегодня посвящен учащимся шестого класса, который приходит в седьмой, поэтому мы поговорим именно об этом пособии для шестого класса. В сборниках предлагается система заданий на развитие умений чтения, письма, лексико-грамматических навыков как основы речевых умений. Кроме того, сборник не только решает задачу тренировки установленных формата экзаменационных заданий, но еще и служит развитию универсальных учебных действий согласно требованию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. И опять же, это пособие вы можете использовать на уроке и дома самостоятельно. Следующее пособие, которое заслуживает также внимания, это тренировочные упражнения в формате УГЭ уже для звездного английского, для шестого класса. Здесь тоже вышла вся линейка с пятого по девятый класс, но мы, опять же, повторю, говорим сегодня только о шестом классе. Данное пособие включает контрольные работы, которые выполняются ребятами по завершении работы над каждым модулем учебников в качестве итогового контроля. Сборник содержит ключи к контрольным работам и аудиотексты. Сам аудиокурс размещен на сайте нашего издательства. Структура сборника представлена в строгом соответствии с структурой учебника. Упражнения здесь разделены на шесть модулей и содержат активные лексические единицы для закрепления изученного материала. И тематика текстов и задания отражают основные темы модулей в учебнике. Упражнения сборника рекомендуется использовать параллельно с изучением соответствующих разделов модулей на уроках английского языка или в качестве домашнего задания для самостоятельного закрепления ребятами изученного на уроке лексико-грамматического материала. Ну а в качестве обобщения лексико-грамматического материала, который был изучен в шестом классе, рекомендуется использовать задание из раздела повторения, который размещен в конце самого учебного пособия. Движемся дальше и переходим к пособию «Тренировочные упражнения для подготовки к обязательному государственному экзамену». Перед нами мазор для шестого класса. Данное пособие является дополнительным компонентом к УМК Ольге Васильевне Афанасьевой, как вы уже понимаете. Оно четко структурировано, содержит задания для проверки уровня сформированности лексических и грамматических навыков учащихся, их умений в чтении и письме. Пособие подходит, опять же, как для работы в классе, так и для самостоятельной работы дома. Ключи находятся в самом сборнике. Переходим к следующему пособию. Называется «Тест буклет» или «Контрольные задания», которые являются основной частью УМК «Английский фокус» для шестого класса. Данное пособие включает 10 контрольных заданий в двух вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. Кроме того, в этом сборнике предлагается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая контрольная работа, а также для вашего удобства, для самостоятельной работы дома с этим пособием размещены в конце пособия ключи для самопроверки, а также тексты заданий для аудирования. И напомню, что все аудиоматериалы у нас размещены на сайте в бесплатном доступе для вас. Кроме того, весь материал пособия предназначен для ксерокопирования. Это что касается тест-буклы для УМК «Спотлайп» для шестого класса. И вот сейчас перед нами обложечка уже сборника контрольных заданий к УМК «Звездный английский» для шестого класса. Данное пособие включает контрольные работы, которые выполняются ребятами по завершении работы над каждым модулем учебника в качестве итогового контроля. И опять же, для вашего удобства, аудиокурс разместили в конце пособия ключи для самопроверки и аудиотексты. Соответственно, как я уже сказала, аудиокурс вы найдете на нашем сайте. Напомню, сайт, кто проявил желание скачать сейчас уже аудиокурс какому-либо из этих пособий, размещен на сайте www.pros.ru Так, коллеги, скажите, пожалуйста, насколько все видно? Потому что пишут, что... Вот Анастасия пишет, что у нее заставка только на экране. Попробуйте обновить страничку. Всем все видно. Замечательно. Так, у нас тогда проблем с вами нет. Движемся дальше. И сейчас перед нами контрольные и проверочные работы к УМК Ольге Васильевне Афанасьевой. Называется это пособие Assessment Tasks English. Вот эти контрольные и проверочные работы являются составной частью учебно-методического комплекта для 6 класса. И материал пособий направлен на проверку знаний учащихся лексико-грамматического материала учебника. Каждая контрольная работа разработана с учетом изучаемого лексико-грамматического материала и соотносится с определенным разделом учебника. И построена в соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для основной общеобразовательной школы и также для школ с углубленным изучением английского языка. Поэтому вы, помимо использования данного пособия в классе, вы можете его спокойно использовать и дома самостоятельно. Итак, пособие состоит из нескольких частей. И предлагаемый в нем материал соотнесен с блоками учебника и основан на привычных для детей видах работы, которые они выполняли на протяжении всего периода обучения в 6 классе. При этом задания для детей подразделяются на проверочные работы под названием квизы, вот мы сейчас наблюдаем это на экране, и контрольные сами, под названием тест. Такое подразделение, но все чисто условный характер, конечно, каждый уровень заданий имеет свою собственную структуру. Так все блоки учебника завершаются проверочными заданиями, то есть квизы, которые в основном направлены на проверку знаний учащихся в опылахе лексики и грамматики. Отдельно представлены здесь задания на проверку знаний форм глаголов, как правильных, так и неправильных, и умеют читать слова по транскрипции. Каждый блок повторения завершается контрольным заданием, то есть тест 1, 2, 3, 4 и 5, куда включается материал для проверки навыков извлечения информации из прочитанного текста. Кроме того, контрольные задания предлагаются также после блока 14. Вот вы видите это сейчас, то есть это третий тест, поскольку им завершается изучение транновидческого материала по Великобритании, а с юнита 15-го дети начинают ознакомиться с транновидием Соединенных Штатов Америки. И проверка этого материала включена уже в тест 4. Все контрольные и проверочные задания дают возможность проверить навыки и умения учащихся в таком виде речеводетельности и как аудирование. И завершаются контрольные задания итоговым тестом, тестом шестым, то есть final test. Ну и в конце посылы вы найдете аудиотексты, ну а само аудиоприложение размещено на сайте издательства. Вот это что касается контрольных проверочных работ КУМК Ульги Васильевны Афанасьевой. Сейчас перед нами сборник контрольных заданий КУМК «Английский язык». Руководителем авторского коллектива является Владимир Петрович Кузовлев. Данные сборники содержат контрольные измерительные материалы в тестовых форматах для оценки уровня сформированности языковых навыков и умений школьников по окончании каждой четверти. Ну а итоговые контрольные задания, то есть final test, вы можете выполнять в конце учебного года. И обратите внимание, такие рекомендации, то есть эти памятки, которые будут вам также и вашим детям полезны. То есть это советы и рекомендации по выполнению определенных заданий. И, конечно же, эти пособия, то есть вся линейка с 5 по 9 класса поможет познакомить ребят с различными типами тестовых заданий в формате ОГЭ. Сейчас перед нами пособие, сборник устных тем для подготовки к обязательному государственному экзамену, который целенаправленно готовит к сдаче устной части экзамена. Сборник этот охватывает все темы, которые включены в спецификацию по английскому языку, содержит подробные планы ответов, списки вопросов, а также списки полезных слов и выражений к темам, не предполагающим заучивание фактической информации. И вы сейчас можете как раз наблюдать в оглавлении, какие темы охватывает вот данное пособие сборных устных тем для подготовки к обязательному государственному экзамену. Вот мы с вами поговорили о тех учебных пособиях, с помощью которых вы можете проработать все виды речевой деятельности, аудирование, чтение, письмо, лексику и грамматику. Ну а сейчас мы уже затронули этот момент в самом начале нашей встречи, о том, что необходимо ежедневно приучать детей к чтению. И вот сейчас мы с вами поговорим о книгах для чтения, которыми вы могли воспользоваться в дни летних каникул. Наверняка уже ваши детки выбрали какие-то книжки по своим интересам. Но, пожалуйста, читайте с удовольствием, наслаждайтесь чтением. Но мы в свою очередь тоже готовы вам предложить некоторые книги. Итак, для начинающих чтецов отлично подойдут книги с адаптированным текстом. В этих изданиях текст упрощенный, в них нет сложных и редких слов, и их заменяет на частые в употреблении. Здесь используются простые фразы и выражения. Кроме того, в таких книгах для сеней присутствует словарик для удобства, упражнения для закрепления материала, а также аудиозапись. А мы с вами говорили о чем? Что приучайте детей слушать аудиозаписи ежедневно. Итак, давайте начнем подробное рассмотрение книг для чтения. Перед нами сейчас книга для чтения к УМК «Английский язык». Руководителем авторского коллектива является Владимир Петрович Кузовлер. Мы видим, что на данном слайде какие темы охватывает книга для чтения для шестого класса и как тематика пересекается с темами модулей из учебника. Книги для чтения наряду с произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных современных авторов. И также вошли разнообразные типы аутентичных текстов. Это и короткие рассказы, отрывки из повестей, комиксов, стихи, письма, рекламные объявления и так далее. Кроме того, в книгах для чтения, в данном случае для шестого класса, используются упражнения, которые направлены на развитие определенных умений читать, обеспечивающих понимание основного содержания с извлечением конкретной информации и с целью полного понимания содержания. То есть здесь представлены упражнения, которые направлены на развитие умений читать различной глубиной и точностью проникновения в содержание текста. После задания по чтению в скобках указано, над каким видом чтения ведется работа при чтении данного именно текста, а также указывается умение, которое развивается в данном упражнении. На руках английского языка ведется обучение всем трем видам чтения. Это и ознакомительные, и изучающие, и поисковые. Кроме того, в этих книгах предлагаются памятки, которые способствуют более быстрому и эффективному обладению определенными умениями в чтении. В начале ученики знакомятся с памятками, в которых даются советы, как быстрее овладеть каждым из видов чтения. И вот эти памятки, они какую информацию могут содержать? Например, как быстро найти нужную информацию в тексте? Как научиться понимать все, о чем ты читаешь, не вдаваясь в подробности? И так далее. Вот эта речь сейчас у нас пошла о книге для чтения КУМК «Английский язык». А сейчас перед нами книга для чтения КУМК «Английский фокуси» для шестого класса. Все книги для чтения здесь рассчитаны на возраст основной школы с пятого по одиннадцатого класса. И для каждого класса предназначено одно произведение. То есть начинается со сказочных произведений, а уже в классе постарше плавно переходим к классической художественной литературе. Вот сейчас мы приведем, хотелось бы привести пример книги для чтения для шестого класса. Это «Алиса в стране чудес». Все ее прекрасно читали, знакомы с этим произведением. И что мы здесь видим? Мы видим, что в начале книги содержится информация, которая позволит расширить кругозор учеников интересными сведениями о жизни и творчестве автора. Затем автор повествует об истории создания произведения. Кратко описывается сюжет, характеризуется герой и затем уже располагаются главы. И вот мы видим, что в каждой главе авторы составили упражнения, которые предлагаются ученикам. Какие это могут быть упражнения? Например, на закрепление полученных знаний. То есть отвечаем на вопросы. Нужно сказать, что верно в задании или неверно. Исправить эти неверные утверждения. Отметить события в логической последовательности. Прогнозировать какое-либо событие, а потом прослушать аудиоматериал и проверить свои прогнозы. Обсудить текст, выразить свое личное мнение и так далее. То есть, что имеется здесь в виду? Я считаю, что благодаря работе именно с такими материалами у детей развивается языковая компетенция. Расширяется лингвистический кругозор. Учащиеся совершенствуют навыки чтения. Понимают содержание текстов и воспринимают информацию на слух. Обсуждают ее. Далее делают проекты. Готовят театральные постановки. И вот мы с вами говорили о том, что в самом начале, что нужно активно читать. Чтение должно быть активным. То есть, вот с помощью подобных заданий, да, эти задания помогут родителям. Вы вот можете эти задания как раз задействовать и узнать, насколько ваш ребенок понял прочитанные произведения. И еще одна книга для чтения. Она, это, перед нами сейчас книга для чтения Куинга Ольги Васильевны Афанасьевой для 6 класса. Здесь нужно отметить, что книги для чтения 6 по 8 классы по своей структуре несколько будут отличаться от книг для чтения, которые предлагаются в начальной школе и в 5 классе. Книга для чтения, книги для чтения для 6-8 класса состоит из двух частей. При этом первая часть лексически и грамматически ориентирована на соответствующий материал и цикл учебника. Здесь мы видим, что последний раздел каждого урока первой части, то есть, вот, let us widen our scope, следует предлагать тем детям, которые особенно интересуются английским языком, а мы надеемся, что их большинство. И он действительно расширяет кругозор, ребят, детально вводя в тему соответствующего цикла учебника. И в нем собраны аутентичные тексты и задания, что предполагает существенные трудности. Ну и по мнению авторов, эти тексты должны прочитываться дома с англо-русским словарем. Это же относится и ко второй части книги для чтения, которая является дополнительным материалом. Ее тоже можно прочитать как раз дома в дни летних каникул. Так как не все учителя будут работать в классе со второй частью книги для чтения, в конце книги предлагаются ключи к заданиям текстов этого раздела, для того, чтобы дети смогли самостоятельно убедиться в правильном понимании прочитанного текста. Ну и по вышеперечисленным причинам мини-словарь в книгу для чтения не включается, а все тексты первой части снабжены постраничными комментариями, вот вы их наблюдаете, которые должны снять определенные лексические и грамматические трудности, еще неизвестного для учащихся материала. Вот мы с вами проговорили теперь книги для чтения, которыми вы можете поспориться в дни летних каникул. И, как я и обещала, мы переходим к обсуждению электронных ресурсов, которые вы можете воспользоваться как в вочной форме, так и во время дистанционного обучения. Перед нами сайт цифра.скул. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, насколько вы знакомы с данным ресурсом. Этот проект называется «Моя школа онлайн». Насколько вы работаете с ним, обращались к нему в дни дистанционного обучения. Итак, «Моя школа онлайн» – это образовательный проект «Министерство просвещения». И на платформе этой размещаются короткие учебные материалы для самостоятельной работы в домашних условиях с использованием учебников из федерального перечня, которые имеются на руках как у учителей, так и учеников. Все материалы разработаны ведущими акторами и методистами. И платформа даст возможность всем детям пройти общеобразовательную программу средней школы в дистанционном режиме. Кроме того, мы с вами сталкиваемся с ситуациями, когда школьники по ряду объективных причин пропускают занятия очные. И чтобы наверстать, чтобы прийти подготовленными на урок, они смогут как раз воспользоваться данным ресурсом. Я призываю всех коллег и родителей, пожалуйста, зайдите на этот сайт, он бесплатный. Воспользуйтесь теми ресурсами, теми конспектами, рекомендациями, я бы сказал, памятками, которые вам пригодятся не только во время дистанционного обучения, но еще и в урочное время. А сейчас перед нами сайт, о котором я неоднократно упоминала, нашего издательства www.pros.ru. Вверху экрана мы видим с вами каталог, пройдя в который, введя в поисковую строчку либо имя актора, либо название пособия, вы найдете те материалы, о которых я сегодня говорила. Либо по левую сторону экрана размещены все иностранные языки, которые занимается наш центр. Но сегодня нас интересует английский язык, поэтому мы наводим курсор на английский язык и переходим на страничку с учебниками из федерального перечня и страница с учебными пособиями. Вы выбираете тот учебник или то пособие, которое вам необходимо. Далее, вот, например, я выбираю УМК «Сферы». Здесь у меня есть возможность познакомиться с данным УМК, со структурой его. Далее у меня есть возможность выбрать класс, который мне необходим, и скачать аудиокурс, книгу для учителя, рабочую программу. И, кроме того, есть возможность прослушать вебинары, записи по данному УМК, либо зарегистрироваться на предстоящий. Говоря о вебинарах, нужно сказать, что в силу занятости у всех есть возможность в режиме реального времени прослушивать их. Но вы знаете, что ежемесячно мы проводим большое количество вебинаров по всем иностранным языкам на различную тематику, на различные проблемы. И в связи с этим в Центре Мингвистического Образования был разработан вот такой уникальный образовательный ресурс на YouTube-канале. Называется наша страничка «Просвещение иностранных языков», на которой размещаются записи вебинаров, видеолекции, образовательные видеоролики по проблематике изучения иностранных языков. И на данный момент видеозаписи распределены на несколько плейлистов, в каждом из которых как учителя, так и ученики и родители смогут найти полезную для себя информацию. Здесь размещен плейлист детям и родителям, английский язык, который содержит видео, которое вы сможете использовать дома как дополнение к школьной программе в случае, если какой-либо материал был не до конца понятен ребенку во время занятий в классе. Каждая запись здесь разделена на две части, то есть на теоретическую часть, которую мы повторяем, программу школьную и практическую, с примерами использования приведенных правил на основе правил упражнений в учебнике. И еще один ресурс, который размещен на страничке «Просвещение иностранных языков», это уроки учителей иностранного языка по МК «Изнательство просвещения». Скажите, пожалуйста, коллеги, наверняка вы хотели бы тоже поделиться своим опытом работы, в вашем портфолио большое количество видеоуроков. И вот мы для вас, мы хотели бы дать вам возможность поделиться своим опытом работы и разместить запись онлайн уроков в данном плейлисте. Что для этого вам требуется? Для этого вам нужно пройти на YouTube-канал, подписаться на «Просвещение иностранных языков». Там будет размещена анкета, вы ее заполняете и отправляете на электронный адрес, указанный на страничке. Затем наши сотрудники связываются с вами для дальнейших разъяснений. Вот я надеюсь, что в дни летний каникул у вас побольше свободного времени вы как раз этим займетесь, и у нас пополнится этот плейлист именно вашими материалами. Кроме того, приглашаю всех публикаться в нашем методическом онлайн-журнале «Просвещение иностранных языков». Публикация в нем бесплатная с выдачей электронного сертификата. Вот так он выглядит. Со всеми требованиями к публикации вы можете ознакомиться на страничке журнала. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, те материалы, о которых сегодня шла речь, размещены на сайте журнала. И вы можете прочитать статьи «Как стать успешным учеником в шестом классе». Вчера мы говорили об этом. И материалы за сегодняшний вебинар «Как стать успешным учеником в седьмом классе». Пожалуйста, проходите и знакомьтесь. Кроме того, у нас, наши издательства идут много со временем, мы есть в различных социальных сетях. Как вы видите, группа называется «Просвещение иностранных языков». Пожалуйста, вступайте в нашу группу, и у вас есть возможность задать вопросы авторам и методистам и получить оперативные ответы на свои запросы. Кроме того, в нашем издательстве работы интернет-магазин, сайт магазина shop.pros.ru, пожалуйста, при необходимости посещайте его и приобретайте необходимую для себя литературу. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на еще один ресурс. Сейчас я его попробую подключить. Итак, перед нами вот листовочка с полезными ссылками, о которых сегодня шла речь. Вы можете с этими ссылками познакомиться на сайте журнала. Для удобства вашего я подготовила такую памятку, которую вы можете воспользоваться при работе, в своей работе. Вот такие материалы были для вас сегодня подготовлены. Я надеюсь, они были для вас полезны. Вы еще прочитаете о них более детально, посмотрите на сайтах наших. И сейчас давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Вера Александровна, спасибо за вопрос. Я его отмечу и уточню у наших редакторов. Спасибо. Так, еще будут ли вопросы? Я вижу, нет вопросов, поэтому я всех благодарю за внимание, за интерес. Желаю вам хорошего летнего отдыха и до новых встреч в новом учебном году. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok